В Западно-Казахстанском университете имени Мохамбета Утемисова прошло торжественное собрание ученых, достижения и перспективы университетской науки. Мероприятие посвящено профессиональному празднику работников этой сферы. С этим днем преподавательский состав поздравил Аким Областин и Риман Турегалиев. Перед началом торжественного собрания состоялась выставка достижения науки Западно-Казахстанского университета имени Мохамбета Утемисова и книжная выставка научной потенциала университета, где было представлено большое количество научных проектов, которыми по праву гордится ВУЗ. К примеру, гербарный фонд естественно-географического факультета, основанного 90 лет назад, включен в сводку всемирных гербариев. У нас регулярно совершаются экспедиции, даже в заповедные зоны, например, в Красную школу. Гербарные образцы начинаются датироваться от 1912, 1914 до 1916 годов. Все это прекрасно сохраняется, систематизируется, у нас сохранится в специальных ячейках. Это единственное высшее учебное заведение, где есть такие гербарии по республике. Преподаватели и студенты участвуют в зарубежных стажировках, также к нам приезжают специалисты из зарубежных стран. Из той же самой Америки, с Россией мы обмениваемся опытами. За историю деятельности Западно-Казахстанский университет прошел путь от педагогического института до многопрофильного университета. Стал одним из ведущих региональных вузов при Урале. Здесь функционируют шесть факультетов, которые реализуют 170 образовательных программ, в том числе 89 бакалавриат и 81 магистратура. На дневном и заочном отделениях высшее образование получает 6616 студентов. С ними работают 16 докторов наук, 131 кандидат, 13 PHD докторов и 161 магистр, которые находятся в постоянном поиске и развитии, исследуя актуальные и неизученные проблемы и темы. Я возобновила, наверное, изучение соленых озер, их бальниологической ценности, то есть лечебной грязи в частности, соленая рапа, то есть вода этих озер. Поэтому потихоньку, я думаю, свой вклад я также вношу. По ним проводились, получается, физико-химические анализы, да, лечебной грязи, той же самой рапы, то есть воды. И они вполне себе не уступают даже Мертвому морю, я скажу, по своему составу, по минерализации, по своим лечебным свойствам. Я думаю, по завершению диссертационной работы будет, как бы, такое вот предложение того, чтобы благородить и инфраструктуру развить для того, чтобы люди не стихийно воспользовались, как это сейчас. На пути расширения факультет истории, экономики и права открываются новые специальности, в том числе научные. Планируется открытие докторантуры по истории Казахстана, развивается археология. А для большей пользы науки именитые ученые предлагают объединить усилия. Первый проект – это организация крупных проектов, постребованных обществом. Обоснование – это первое. Второе – это внедрение достижений науки, в том числе археологической, в практике. То есть это значит введение учебного материала в учебники, в научный оборот. И третье, конечно, очень желательно было бы, если бы мы, все ученые, объединились и уже не стали работать по мелким проблемам, а решали крупные узловые проблемы, исторические науки, в том числе археологии. Я считаю, что именно в университет, именно в высшее образование, в сочетании научной и учебной подготовки, оно даст тот самый сплав, который нам необходим. В современных условиях роль научно-исследовательской деятельности, осуществляющейся в рамках системы высшей школы, приобретает особое значение, отметил глава региона в ходе торжественного собрания. Он поздравил профессоров, академиков, исследователей, преподавателей, аспирантов, докторов и кандидатов наук с праздником и пожелал успехов в труде. «Приемственность опыта, традиции, педагогов и науки – это главный стержень работы любого высшего учебного заведения. Как результат мы видим новые поколения, образованные, конкурсосованные нации, владеющие несколькими языками, универсальными знаниями. Хотелось бы обозначить в этом важном направлении роль Западно-Казахстанского университета имени Мохаммеда Утимисова, который по праву занимает особое место в интеллектуальной, научно-образовательной, общественно-политической и культурной жизни не только при Урале, но и в системе высшей школы Казахстана. Дорогие наши ветераны, ученые, молодежь, позвольте поздравить вас всех ученых с Днем науки и искренне пожелать здоровья, успехов, дальнейших достижений во благо процветания нашей страны». В рамках мероприятия также прошла церемония награждения благодарственными письмами Акимата области и города, ректора и почетными грамотами профсоюза работников образования и науки. Важным составляющим в продвижении результатов научных исследований является публикация научных статей. За последние 10 лет профессорско-преподавательский состав ЗКУ в рейтинговых журналах опубликовал 168 статей. В этом велик вклад ветеранов ВУЗа. К примеру, действующий доцент Алма Абуханова опубликовала более 60 значимых научных статей. «Основная тема моей работы в последнее время с моими магистрантами – это тема сравнительно-сопоставительного анализа концептов казахского, русского, английского, французского языков. Не могу не сказать сейчас слова благодарности тому институту, в котором я училась. Многие из наших преподавателей впоследствии уехали в центры Москвы, Ленинграда и защитили докторские диссертации. Это очень было достойное поколение ветеранов наших ныне, славой которой умножился вот этот университет». В ходе масштабной встречи говорили и о перспективах ВУЗа. Завершилось мероприятие праздничным концертом творческих коллективов университета.